Генераловодского городского округа. В правительстве края подвели первые итоги работы отдела по профилактике коррупционных правонарушений. О том, как теперь будут бороться с нечистыми нароку чиновниками, и что посоветовал глава муниципалитета в губернатор, расскажет Мария Гнездилова. Антикоррупционный отдел аппарата правительства Ставропольского края был образован в октябре прошлого года. Хотя инициатива создания такой структуры внутри органов власти зрела уже давно. К сожалению, во-первых, мы сами не понимаем, что у нас происходит. А во-вторых, к сожалению, мы видим очень предвзятое отношение со стороны всех контролирующих структур. Их настолько много, и они настолько разруслены, что начинаются проблемы. Активная работа отдела началась в ноябре 2015-го. Была создана краевая антикоррупционная программа на текущий год. В планах проведения всевозможных проверок и совещаний. Они будут проходить как в режиме реальных встреч, так и с помощью современных технологий. По видеоконференции. Губернатор края Владимир Владимиров призвал точечно подойти к коррупционной проблеме. Работать с чиновниками будут лично. Проводится работа по проведению индивидуальных собеседований, тренингов по вопросам профилактики коррупции с руководящей категорией. Это лица, замещающие госдолжности и должности гражданской службы категория руководителей. Особое внимание на совещание обратили на муниципалитеты. Глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев отметил, только за три месяца обнаружено 24 тысячи гектаров незаконно используемых сельскохозяйственных земель. Сейчас ведется проверка семи больших сельхозпредприятий. Также из 256 новостроек 96 возвели незаконно. Уже 15 дел на первом заседании мы рассматривали. И скорее всего по 15 делам, это 15 объектов, будет принято решение об административном сносе. Но и у жителей Минераловодского округа к своему главе есть вопросы. Их на совещании задала руководитель общественной организации «Голос народа» Валентина Борилова. Замечание принято к сведению, диалог с властью налажен. Владимир Владимиров порекомендовал главе городского округа проводить регулярные встречи с активистами и использовать их помощь в работе.